Идеология обеспечения будущего Идеология обеспечения будущего в информационной войне побеждает лишь наступающий Программа строительства вооруженных сил Российской Федерации Государственная программа вооружения до 2027 года имеют 10-летний масштаб Они призваны обеспечить безопасность страны и наше технологическое лидерство в военной сфере в 21 веке Однако для прорыва в будущее Россия остро нуждается и в четко выраженной стратегии идеологического перевооружения В ценностной политике, основанной на высвобождении внутренней энергии общества Карлофан Клоузевиц в своей книге о войне писал Цель любой войны это мир, комфортный для победителя Понятно, что ни ядерный мир, ни постядерный мир ни для кого комфортным быть не может Ядерное сдерживание сегодня, пожалуй, главный фактор обеспечения глобальной стабильности Вероятность прямого конфликта с применением ядерного оружия маловероятна В одном из своих выступлений начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Первый заместитель министра обороны Российской Федерации генерал армии Валерий Герасимов сказал В современных конфликтах все чаще акцент используемых методов борьбы смещается в сторону комплексного применения политических, экономических, информационных и других невоенных мер, реализуемых с опорой на военную силу Противостояние будет вестись не только в морском и воздушном пространстве, но и в иных сферах, включая космос, информационное киберпространство, массовое сознание людей И Запад интенсивно работает в этом направлении Только несколько фактов В июле 2016 года на саммите НАТО в Варшаве киберпространство было признано такой же сферой операций, как и традиционные сферы взаимодействия В феврале 2017 года были приняты обновленный план киберобороны и дорожная карта по освоению киберпространства как новая сфера операций 8 ноября 2017 года состоялось заседание Североатлантического совета на уровне министров обороны Договорились о создании центра киберопераций В 2017 году в Хельсинки открылся Европейский центр по борьбе с гибридными угрозами В его работе участвуют 12 западноевропейских стран Центр является платформой для сотрудничества в идеологической сфере между ЕС и НАТО Британские военные вербуют философов, психологов и теологов для исследования новых методов психологической войны и поведенческих манипуляций Показывают просочившиеся документы, писала газета The Guardian 13 марта 2019 года Кембриджский университет был одним из учреждений, включенных в шорт-лист должностными лицами лаборатории оборонной науки и техники Министерства обороны DSTL Поскольку он искал партнера, чтобы потратить почти 70 тысяч фунтов на финансирование проекта, известного как исследовательский потенциал в области гуманитарных и социальных наук HSSRC Изучая, как искусство, гуманитарные и социальные науки могут формировать военные стратегии и стратегии безопасности, включая психологические операции У России есть исторический шанс для победы в информационно-идеологическом когнитивном противодействии, так как ключевые проблемы будущего мира на это проблемы обеспечения большей справедливости для всех стран В феврале 2019 года в одном из старейших американских вузов Джорджтаунском университете вводится курс под названием «Российская гибридная война», следует из данных на сайте образовательного учреждения После выборов в США возросла осведомленность о новом способе ведения войны Кремлем и о том, как он нацелился на наше общество и граждан, говорится в описании Лекции затронут российскую доктрину и идеологию Планируется рассмотрение примеров, а также исследование тактик и операций Война завтрашнего и уже сегодняшнего дня это во многом война трехк, кибер, когнитивная, кинетическая, конвенциональная Для наших американских оппонентов это ТРИСИ, или ССС Болевого порога у такой новой холодной войны нет Вектор операций Запада в целом понятие навязать нам когнитивную информационно-идеологическую войну Целью является не кинетический, поражение ракетами, снарядами и бомбами А когнитивный эффект манипулирования информацией для изменения мыслей и поведения Влияние на моральный дух, сплоченность, политическую стабильность и в конечном счете деморализация воли противника к сопротивлению Живучесть системы важное понятие военной науки Базовое ядро системы должно сохранить способность функционировать при любом воздействии в случае повреждений и ущерба Оперативно восстанавливать возможности выполнения задачи и жизнедеятельность всей системы Ядром каждой нации являются ее культура, история, язык, традиции, ценности и цели То есть то, что принято называть одним словом идеология Для того чтобы подорвать живучесть и разрушить нацию, не вступая в прямое военное противодействие, надо разрушить ее идеологическое ядро Технологии и вооружение сегодняшний день Образование завтрашней Наука послезавтрашней А вот идеология это путеводитель нации из вчера и сегодня в завтра и послезавтра Президент РФ Владимир Путин поставил перед нацией задачу технологического прорыва Если мы не сделаем этот прорыв, мы тогда безнадежно отстанем И у этого будут очень тяжелые последствия Необходимо идеологическое обеспечение технологического прорыва Переосмысление коллективной идентичности Выбор пути из вчера в завтра того, что заставит нас меняться, оставаясь самими собой Разбалансировка и самоустранение части элит от общего дела по обустройству страны сегодня сродни предательству Уклониться от информационной войны мы не можем Оборона синоним поражения Информационную войну необходимо выигрывать Для этого необходимо завладеть инициативой и наступать Содержание информационного противодействия может быть сведено к двум базовым направлениям Л. Технологии выявления и упреждения информационных и киберугроз Мониторинг, социология, технические аспекты в том числе Л. Технологии обеспечения инициативы социально-коммуникационной технологии и влияния Россия нужна активная наступательная политика обеспечения информационной безопасности Ее главная цель формирования своей повестки Заполнение информационного пространства своим контентом Ее тактика работа первым номером как на внешнем, так и на внутреннем контуре Не допущение смысловых пустот, которые тут же забьют из своих фейкометов наши оппоненты Не менее важной целью должно быть формирование на Западе дискомфорта от возможной По их мнению, идеологической победой над Россией необходимо дать понять Западу, что победа над Россией в информационной войне – это химера, которая не обеспечит им комфортного мира В чем сила, брат? Сила в правде Это крылатая фраза киногероя – содержательная платформа наступательной информационно-идеологической работы У России есть исторический шанс для победы в информационно-идеологическом когнитивном противодействии Так как ключевые проблемы будущего мира на это проблемы обеспечения большей справедливости для всех стран Переформатирование мирового порядка уже идет полным ходом При этом значение военно-силового компонента в глобальной экономической логистике будет только увеличиваться Включение военно-силового компонента как фактора, определяющего экономическую себестоимость рисков, уже влияет на мировую политику, а через нее на идеологию Здесь корни формирования Западом двойных стандартов в гуманитарной сфере, постправда в информационном пространстве Период монетизации Западом своего превосходства в мягкой силе фактически завершается В том числе за счет выстраивания Россией, Китаем и рядом других стран зон ограничения и воспрещения доступа в информационно-идеологическом пространстве Разрушение институционального пространства, где потенциал мягкой силы монетизировался Западом, увеличивает вовлеченность военно-силовых инструментов в информационную сферу и экономику Поскольку Россия не утратила преимуществ в военно-силовом пространстве, опора на этот фактор позволяет развернуть наступление в информационном пространстве и позиционировать оборонно-промышленный комплекс как авангард реиндустриализации отечественной экономики Армия России опора государства, гарант безопасного развития, источник идеологии служения отечеству Если эта идеология станет доминирующей в российском обществе, никакие цветные революции нам не страшны В конце апреля феномен гибридных войн и мягкой силы будет широко обсуждаться на ежегодно проводимой под эгидой Минобороны России и Московской конференции по международной безопасности Эта площадка традиционно собирает ведущих экспертов и специалистов со всего мира, костяк которых составляют военачальники Подчеркивание Андрей Ильницкий Советник министра обороны Российской Федерации Аминь Аминь Аминь